Приветствую вас на моем канале, который посвящен телепередачам. И сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта Холостячка. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк подходит к Ксении Мишиной больше всего. Так вот, всплыла информация о новой серии проекта Холостячка. Нас ждет одно групповое свидание, на котором будет Шатырка, Назар, Илья, Игорь. Ребята будут снимать социальные рекламы о теме насилия в семье. Говорят, Ксения Мишина в прошлом пережила насилие в семье, поэтому развелась с мужем. Не знаю, информация не проверена. Потом будет конференция с журналистами, и журналисты будут задавать разные компрометирующие вопросы. И всплывет то, что Назар в прошлом отказался от своего сына. И не зря же его бывшая жена писала такие гневные посты в Инстаграме и выкладывала истории о том, что Назар только делает вид, что он хороший отец. Вспомнила сына всего лишь месяц назад. И сын его, кстати, как вспомним на свидании, называл на имя, а не папой. Это не просто так. Также будет свидание с Александром Эклером. Будет закат, река, салют. И логично, что он пойдет с ней на свидание. Он же выиграл от нее суперприз. Он может встретиться с ней тогда, когда сам захочет. И не воспользоваться этим будет глупо. Но он как раз у нас и этими отличается. Потому что Ксения сама говорит, что он ей нравится больше всего. В прошлом серии она сказала об этом. Что заявила, что если парень ей нравится, почему он такой холодный к ней? Точно как в поговорке, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. И как по мне, то этот Александр конкретно тупит. Но если женщина подцепила тот цветочек себе на грудь и разрешает ему с груди взять этот цветочек, то разве это не намек прикоснуться к груди? Ну это же очевидно! А он тупил и тупил. Ну хотя бы просто поцеловал, раз он над ней наклоняется. А вы мне напишите в комментариях, как вы считаете, какой парень больше подходит к Ксении Мишиной. Жду от вас в пальчики вверх. И до новых встреч!